День защитника Отечества – большой праздник в стране. Отмечают масштабно концерты, песни, танцы, стихотворения. Обязательно поздравляют тех, кто служил или будет служить. Кого нужно поздравлять? Папа. Всех мальчиков. Ты поздравил? Да. 23 июня всех пап и всех мальчиков. Кого вы лично поздравили? Папу и Святослава. На площади Победы вспоминают тех, кто защищал свое Отечество, отдал годы службы в армии и жизнь за мир в своей стране. Ветераны, общественники, представители власти, студенты и школьники почтили память земляков. Я считаю, что даже если человек и не служил, он все равно предан нашей Родине. И он обязан поддерживать наши устои, нравы нашей страны. Эту дату называют днем рождения Красной Армии. Считается, что 23 февраля 1918 году красногвардейцы одержали первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. По некоторым данным, в этот день добровольцы пришли массово записываться на службу. И в период с 23 по 25 число сформировалась Рабоче-крестьянская Красная Армия.